До 18 градусов потеплела вода в гавани Плимута в Англии. Это на 4 градуса выше обычного показателя. Людям плавать в такой воде комфортнее, чем в холодной. Но вот морским обитателям приходится трудно. Они к таким условиям не приспособлены. В этом году температура поверхности воды в Северной Атлантике бьёт рекорды. А май в этом регионе стал самым жарким за последние 170 лет. «Изменение климата и потепление океана – настоящий стресс для морской флоры и фауны. Но я думал, что это произойдёт через десятилетия, а не сейчас. И если температура превысит 20-22 градуса, то это может повредить местным морским животным и растениям». Учёные говорят, что на потепление воды в Мировом океане влияет климатический феномен Эль-Ниньо. Это эпизодическое колебание температуры поверхностного слоя воды. Фазы могут длиться от года до 8 лет. Между тем, британские исследователи измеряют температуру воды и на разных глубинах. Это помогает составить более полную картину. Роль океана в природе очень важна. Он поглощает почти треть углекислого газа, попадающего в атмосферу. «Мы все знаем, что тёплая газировка не очень-то газированная. Дело в том, что холодная жидкость удерживает больше газа. Так и океан. Нагреваясь, он удерживает меньше газа». Специалисты также отмечают, что в Ла-Манше появляется больше видов морских обитателей, которые обычно встречаются в Средиземном море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова